Так, ну что у тебя? Ну здесь мы заканчиваем третий этаж. Третий этаж, ты перекрываешь его и закроешься под тепло. Да, да, да. А на общежитии? На общежитии, сейчас пойдем посмотрим, мы занимаемся ростовиком. Два объекта уникального для региона благотворительного проекта возводят, укладываясь в график. Здание предуниверсария почти завершено. Теплые солнечные дни рабочие решили использовать по максимуму. До холодов успеют перекрыть объект от дождя и снега. Это у нас актовый зал, вот здесь у нас перекрывается будет третий этаж, а над этим помещением у нас будет зимний сад. Еще на прошлой неделе были готовы проекты внутреннего дизайна помещений. По плану будущая школа для одаренных детей региона, помимо учебных кабинетов, получат телевизионную и театральную студию, столовую на 125 мест и зону отдыха. Здесь они предусмотрели места и для тенниса, и для чтения, и для отдыха, там дальше будет зона. Вот такие вот молодежные моменты, сетка, вместо пухов, потому что сейчас пухов многие предлагают, они предложили немножко другим путем пройти. Это натуральное, это дерево, это зелень, это натуральное, это питание. Параллельно с основным корпусом подрядчик ведет работы по строительству общежития для иногородних учеников. Учиться здесь по задумке председателя Государственной думы Вячеслава Володина будут одаренные дети из малообеспеченных и неполных семей со всего региона. Именно поэтому к строительной площадке такое пристальное внимание. Когда мы говорим вообще о тех, кто будет сюда поступать, исходим из того, что это школа для ребят одаренных, но из малообеспеченных семей, неполных семей, детей-сиротов. Будет общежитие на 125 мест, ну и в ближайшие годы мы этот проект планируем запустить. Еще раз подчеркиваю, что этот проект для нас тоже новый. Мы хотели бы его подготовить как следует. И здесь рассчитываем на помощь Министерства образования, наших четырех вузов. Для председателя Нижней Палаты парламента этот объект в регионе один из приоритетных. Он должен быть уникальным как по учебной программе и оснащению современным оборудованием, так и по условиям проживания и отдыха учеников. На прошлой неделе были председателям Государственной Думы рекомендованы некоторые конструктивные предложения. Он сказал о том, что здесь нужно сделать интернет-кафе на каждом этаже и в учебном корпусе, и в зоне отдыха детей. Это должен быть один ансамбль, где дети, не выходя, могли пользоваться всеми сооружениями и всеми конструкциями и объектами, находящимися внутри предуниверсария. Предложили архитекторам продумать как внешний дизайн, так и отделку основного корпуса предуниверсария. Например, добавить скульптурные и конструктивные ноу-хау, которые придадут особенный вид уникальному учебному заведению. Станислав Жижин, Алексей Бередихин, Саратов-24.